Реклама В профессии, да, я считаю, что я состоялась, я успешный человек, хотя совершенству нет предела, еще расти и расти. Просто на данном этапе достигла какого-то определенного уровня, точки, от которой можно дальше стартовать. У меня все было хорошо, отличная зарплата, уверенность в завтрашнем, послезавтрашнем и после-послезавтрашнем дне. Но я понял, что я не расту, теряю время, здоровье. Приехал с отпуска и тут же в первый же день написал заявление об увольнении. С этого момента я полностью посвящаюсь жизни путешествиям. Вся моя жизнь это, в принципе, такой кубик Рубика, авантюра. У меня высокий индекс событийности, там, вчера я греб на марафоне, сегодня я даю на крыше интервью, а завтра я еду выступать на всероссийский блогерский фестиваль. Я желаю тем людям, которые хотят как-то свою жизнь поменять, сказать, что как бы все в их руках, все только от них зависит, больше ни от кого. На данный момент я посетил 6 континентов и 106 стран. Естественно, часть денег я трачу своих каких-то, но я и получаю обратно те эмоции, ощущения, те приключения, которые ни за какие деньги вы не купите. В этом и есть интерес мой личный. Я не вижу смысла вообще останавливаться. Кто в этом смысл? Я покупаю эмоции, а не холодильник. Я первый в мире доехал до самого северного в мире континентального населенного пункта поселка Диксон. Я первый в мире без посторонней помощи доехал до самой восточной точки Евразии. Мысо Дежнево и поселка Уэлен. Первый в мире доехал до той же Воркуты, до самой северной точки Чукотки, мысо Шелакский. И перечислять очень долго можно. Самые гостеприимные, самые сумасшедшие по своей энергетике люди, это люди на севере. И на том севере, куда они добираются туристы. Я считаю, что писатели никому ничем не обязаны, они пишут для себя и пишут то, что им интересно. Раньше писатели несли миссию, сейчас писатели несут радость. Один из главных критериев, чтобы не исключал читатель, потому что тогда твою книжку следующую уже никто не купит. У меня была большая мечта в детстве построить большой дом, где будут жить кошечки и собачки. И вот я пришла к тому, что нужно создавать приют и спасать животных. Причины поступления в наш приют, они различны, но в большей степени это все от рук человека. Животные с разной судьбой, с разной историей, и есть хронические больные, которые не могут ходить, которым нужна помощь 24 на 7. Собачек около 300 и плюс еще около 50 кошечек. Наверное, надо делать то, что любишь. Не любить то, что делать, а именно делать то, что любишь. Мне правда нравится каждый день моей жизни, как я его провожу. Просто это счастье. Не знаю, больше никого секрета нет.